Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас в пресс-центре ТАСС. Итак, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня для вашего внимания будут презентованы итоги первого российского исследования рынка дистанционной занятости. Исследование рынка удаленного труда проводилось среди сотен руководителей компаний из 15 регионов РФ. Перспектива развития этого направления рассматривалась до 2020 года. Представят исследование и расскажут подробнее о перспективах дистанционной занятости наши уважаемые гости. Я с удовольствием их представлю. Это генеральный директор компании 1С Bittrex, основатель сервиса Bittrex24 Сергей Рыжиков. Прошу любить и жаловать. Генеральный директор аналитического агентства Jason & Partners Consulting Светлана Водянова. Светлана, приветствую. Андрей Тихонов, директор B2B бизнеса компании Samsung. Андрей. Эксперт отдела по работе с корпоративными клиентами МТС Артем Филипповский. Приветствую, Артем. И Лидия Снарская, директор по корпоративным отношениям BDO Unicorn Outsourcing. Лидия, здравствуйте. Итак, сегодня будут презентованы данные проведенного исследования. Начнет Сергей. Сергей, прошу вам слова и образы правления. Прошу. Доброе утро, коллеги. Я приветствую всех, кто сегодня в зале. Приветствую всех, кто смотрит нас в онлайне. Вообще, это удивительное изменение, которое происходит на рынке. На сегодняшний момент пресс-конференцию наш смотрит, и зарегистрировано было больше тысячи человек. И вообще, вначале я бы хотел сказать несколько слов вообще о том, как меняется, наверное, мир, и как зачастую мы не обращаем внимания на эти изменения, пока в какой-то момент не видим, что все изменилось драматически. Я вот помню, когда появлялась только мобильная связь, и все говорили, операторы, вернее, нам так скажем, говорили, что на руках будет больше 100% симок. Но в то время человек, который вместо обычного стационарного телефона поднимал мобильный, выглядел расточительно, скажем так. И телефоны стоили очень дорого. А прошло всего 5-7 лет, и теперь у каждого из нас несколько симок, несколько телефонов, и мы уже не вспоминаем, что вообще стационарная связь нужна даже дома. То же самое происходило со смартфонами. Первые нам говорили, да нет, не может мобильный телефон стоить тысячу долларов. Никто никогда не купит, и тенденция была в обратную сторону, подешевле, попроще, подольше батарея. И прошло всего несколько лет, и сейчас уже больше 60, там, наверное, даже больше процентов это смартфоны. И так мы устроены, что мы не замечаем изменения до тех пор, пока они не достигают какого-то большого значения. И мы оглядываемся назад и говорим, а, посмотрите, все изменилось. Вся сегодняшняя пресс-конференция посвящена тому, что мы хотим все вместе обратить внимание на то, что изменения происходят, и мы стоим на пороге очень больших изменений. Мы будем говорить о том, как меняется рабочее пространство, и как меняются наши пользователи, и вообще наш бизнес под действием интернета. Вот несколько цифр. Как изменился мир, наверное, за 10 лет, с 1995 по 2014 год, когда большая часть населения Земли уже, собственно, представлена в интернете. На последнем рифе были показаны цифры, что 66% населения России уже в онлайне. По большому счету всего 5% рост. И, как показывает ТНС, есть только подростки до 12, которых еще, в общем, не обсчитывают, и 55+, про которых ученые спорят, пойдут ли они уже в интернет. По большому счету все сегодня в онлайне. И эти граждане, они работают не только со своими компьютерами, но они работают и на работе. Но, опять же, каждый из нас, с чего сегодня начинает утро? В большинстве своем, опять цифры говорят, что большинство людей начинают его с того, что отключают будильник на мобильном телефоне и, не вставая, просматривают привычные им приложения. И тоже, когда обращаешь на это внимание сейчас, а вспомните, когда так не было. Всего несколько лет назад. Технологии меняют нашу жизнь, они меняют рабочие процессы. Рассматривая некоторые глобальные графики, вот в данном случае графика, кажется, на большой срок, почти на 100 лет, можно увидеть, что число людей, занятых в промышленном производстве, постоянно уменьшается. То есть, на самом деле, нужно все меньше людей, чтобы создать те материальные блага, которыми мы пользуемся. И чем занимаются люди? Они занимаются сервисным обслуживанием, обработкой информации. И реально они оказывают сервис. Мы все больше перемещаемся в такие типы работы. Для того, чтобы иногда понять, что может происходить на нашем рынке, бывает полезно посмотреть на соседние рынки. На этом слайде мы показываем, как, в частности, в США, сегодня используются, как работают люди. 34% занятого населения работают удаленно. Они оказывают услуги. Это огромная величина. Мы сегодня еще будем говорить о том, что в России это только 1% населения. И 34% выполняют работы, консультируют, работают агентами. Они не приезжают в офис, либо приезжают крайне эпизодически. И в основном, что говорят фрилансеры? Изменяется динамика общения. И везде, везде производится слово интернет. Потому что технологии позволяют сегодня уже работать таким образом удаленно. Исследований очень много. И мы не смогли все представить. Одно из исследований говорит о том, что во многих офисах и во многих странах появляется сегодня новый формат работы. Когда у человека, несмотря на то, что он ездит в офис, один-два дня представлены на удаленную работу. Причем сотрудники ценят эти дни. И не только потому, что они формально как бы не могут работать. Контроль за ними устроен таким же образом. Многие из них отмечают, что удается более эффективно поработать. Нету, например, планерок, и никто тебя не отвлекает. И ты можешь сосредоточиться на аналитике, на выводах, на обработке какой-то информации. И очень много важных факторов, говорящих об этом. Я бы сначала думал, что это исследование, и оно как-то о каких-то незнакомых мне людях. Но у меня есть знакомые, которые немцы, которые живут и работают в Германии. И у них в расписании два дня они могут, они не обязаны, но они могут их устроить таким образом, что они работают удаленно, из дома, либо в каком-то другом формате. И этот формат все больше и чаще приходит в нашу жизнь. И опять же, чаще всего произносят интернет технологии и самые разные факторы. Если говорить о технологиях, что больше всего работает? Видеоконференции, появление планшетов, облака, доступность всех инструментов в онлайне и смартфонах. Вот как раз говоря о смартфонах, большинство людей отмечает, мы всегда в онлайне, мы всегда доступны, мы можем выполнять те или иные задачи. И это нравится не только компаниям, мы еще будем говорить об этом, но это нравится самим сотрудникам. Как я уже говорил, многие отмечают, что они становятся более продуктивны и экономят на том, что они не перемещаются между офисами, не тратят время на пробки и в общем функционируют. А компании отмечают огромную экономию, огромную экономию на отдельного сотрудника. Занимаясь развитием сервиса Bitrix24, мы, конечно, ориентируемся на тренд удаленной работы. Но именно к этой конференции мы решили провести небольшое такое внутреннее исследование, у скольких из наших сотрудников есть удаленные сотрудники в компаниях. 63% компаний имеют удаленных сотрудников разных по численности, есть очень небольшой процент совсем виртуальных компаний, но в основном это люди, которые один или два дня работают удаленно или, приболев, имеют возможность работать удаленно. Но уже больше половины компаний практикуют такой формат работы. И возвращаясь, наверное, к началу своего выступления, я бы хотел отметить, что в какой-то момент мы оборачиваемся назад и мы видим, что технологии мобильной связи, технологии мобильных устройств, технологии коммуникации, организации совместной работы и, собственно, софт для организации совместной работы достигают в какой-то момент такого уровня, когда мы можем говорить о том, что мы находимся на пороге больших изменений. Больших изменений, связанных с совместной работой людей и внутри компаний, и между собой. Я с удовольствием передаю слово Светлане представить результаты исследования, большого исследования, которое мы проделали для того, чтобы подчеркнуть и понять, вообще осознать этот тренд целиком. Светлана, прошу вас, дай внимание на экран вновь. Большое спасибо, Сергей. Я очень рада, что вы нашли возможность сегодня прийти на нашу презентацию. Благодарю Сергея Светлану Берегулину «Витрикс24» за такую интересную задачу, потому что мы для себя, и я лично узнала достаточно много интересных фактов, насколько мир, развитые страны ушли далеко вперед. Эту тему сейчас, вот именно в это время, активно изучают разные агентства. При подготовке к этой презентации мне попадались данные Эрста, Янга, свежие, Харвард Бизнес Ревью, Стэнфордский университет, агентства и ассоциации независимых HR-управленцев. Буквально два дня назад увидела такую цифру интересную, что ассоциация HR-управленцев провела опрос, по которому 89% HR-директоров крупнейших компаний в мире оценивают, что в ближайшие пять лет именно тренд на предоставление гибкого графика сотрудникам, он будет превалировать. И те компании, которые не учтут это в своей организационной структуре, они будут проигрывать тем компаниям, которые в своем джип-офере будут сотруднику представлять какое-то время работать удаленно. Это могут быть разные формы. Это может быть один-три дня в месяц хотя бы, или это может быть раз в неделю, или это может быть даже постоянно. То есть сотрудник точно так же увлечен в процесс, но он находится в совершенно другом месте. Соответственно, мы проанализировали, что же происходит в России в этом направлении, и достаточно интересные факты можем вам представить. Основная цель была изучить текущее состояние, перспективы этого рынка, а также инструментарий, которые используют бизнесы, компании для того, чтобы организовывать эту новую форму работы с удаленными сотрудниками. Мы опрашивали крупный, средний, малый бизнес, 15 крупнейших городов-миллионников. Но основное условие, которое мы поставили, это изучить именно те компании, которые уже сейчас внедряют у себя такую форму, и уже сейчас у них есть в штате, или там пока еще не в штате, сотрудники, которые регулярно работают с ними. И изучили, кроме того, и проанализировали возможный экономический эффект, который приобретают компании в результате от перехода на дистанционные рабочие места, и насколько в России созданы для этого возможности, насколько сейчас виртуализируется рабочее место, и какие нас ждут перспективы до 2020 года. Что вообще в целом подразумевается под дистанционной работой? Есть разные определения. Это удаленная работа, кто-то причисляет фриланс, он и да, и нет, по-разному относится к этой сфере. Это телеворк или телеработа. То есть, если говорить в принципе, это та работа, которая выполняется не на территории офиса и работодателя. И что важно, при этом сотрудник использует для своей работы, для планирования деятельности IT-инструменты и средства телекоммуникации. То есть, мы сюда не причисляли курьеров, строителей, каких-то агентов по продажам, которым в принципе у них нет постоянного, может не быть рабочего места. И что важно подчеркнуть, полтора года назад было внесено даже такой большой шаг для нашей страны и возможности для бизнеса, что законодательно был закреплен статус дистанционных сотрудников, потому что раньше, я как руководитель знаю, сложно привлечь человека, если он находится в другом городе, потому что ты за него отвечаешь, за его жизнь, за его здоровье, ты должен его контролировать. И сейчас уже признано, что можно заключить дистанционный договор с сотрудником и таким образом работать с ним в любой точке, не только России, а вообще земного шара. То есть, можно нанимать на работу кого угодно, заключить с ним договор, и он точно так же там будет платить и налоги, и точно так же будет являться практически штатным сотрудником. Кого мы, опять же, изучали, еще раз обращу внимание на фокус, это именно те люди, которые плотно интегрированы в ежедневную жизнь компаний, которые практически ежедневно или достаточно много времени используют на совместные встречи, совещания, обмениваются постоянно документооборотом. То есть, мы не исследовали тех людей, фрилансеров, которые привлекались на какую-то конкретную разовую задачу. И, кроме того, мы провели исследования и вопросы, узнавали у людей, какие решения, какой софт, какие вообще инструменты для организации такой совместной работы они использовали. Почему стало возможным, почему сейчас во всем мире говорят об этой теме? Потому что, что нам нужно для того, чтобы организовать свою работу? Нам нужен только компьютер сейчас, интернет и какой-то софт, который позволяет нам получить доступ к основным рабочим программам или к основным документам. И в Америке это началось более 40 лет назад, когда люди заметили, что для того, чтобы работать при текущем уровне развития телекоммуникационной индустрии, в общем-то, совершенно неважно быть привязанным к своему рабочему месту. Можно откуда угодно читать свои рабочие файлы. И особенно то, что за рубежом уделяют внимание, они, собственно, таким основным драйвером к этой теме послужило то, что в Америке озаботились, что очень много людей теряет время на пробке, очень много выхлопных газов. И компании провели на уровне даже страны, на уровне государства, провели научную работу, провели эксперименты, показали, что действительно качество выполнения работы нисколько не страдает, если предоставить возможность человеку работать из дома. И сокращается большое количество времени, которое можно работать производительно, сокращается, улучшается экологическая обстановка. И поэтому они приняли во внимание такой тренд и создавали для этого необходимые условия. Соответственно, изменения происходят сейчас, и это уже очень заметно, когда наше стационарное компьютерное рабочее место заменяется виртуальным рабочим столом. То есть вы там на любом планшете, на любом мобильном устройстве можете видеть все ваши документы точно так же, как если бы вы сидели привязанным к вашему столу. И вот подобная виртуализация рабочих мест, она и меняет основной принцип организации работы, и появляется новый тренд на рынке труда дистанционной занятости. Еще несколько цифр, вот то, что озвучивал Сергей, в Америке из последних исследований. Вот можете себе представить, 50 миллионов человек, которые имеют возможность, у них прописано в трудовом договоре, имеют возможность работать какое-то время удаленно. Оно, опять же, регламентируется по-разному, но, тем не менее, это факт. И вот даже вот около 3 миллионов работают дистанционно постоянно, то есть даже не появляются в офисе, они где-то сидят территориально, совершенно там, может быть, далеко от своей работы. И в среднем по разным исследованиям компании экономят от 9 до 11 тысяч долларов. Работодатель экономит на том, что он переводит своих людей на такую форму занятости. Вот несколько примеров. Но еще мои коллеги расскажут о своем опыте, как они это внедряют. По всему миру крупнейшие компании от 10 до 50, и даже есть случаи, когда там до 90% людей в компании работают удаленно. Что мы выяснили, проводя опрос? Ну, в целом, нас не удивило, что наиболее подвержены работе с дистанционными сотрудниками этого микропредприятия до 15 человек, потому что для них существенным является фактор экономии. Также малый и средний бизнес. Ну и дальше, вот уходя в крупные, где там больше тысячи сотрудников, уже доля снижается. Ну, это логично, потому что там, если 15 тысяч человек, и там 30% из них работает удаленно, это еще можно управлять. Но, наверное, если больше, то это, наверное, сложно сделать. Кто эти люди? В основном, интересный тоже факт, это высококвалифицированные люди, у которых даже больше 60% с высшим образованием, это программисты, это люди в области поддержки клиентов, дизайнеры, художники, аналитики, финансисты. Возраст, который вот у нас по результатам вопроса оказался, это вот такой 26-42, то есть уже достаточно для того, чтобы от 26 лет, чтобы человек уже мог себе позволить не появляться в офисе. Ну и 42, ну и, может быть, еще там немножко больше. Ну, люди, которые себя свободно чувствуют, работая с IT-инструментами, с интернетом. Но что характерно, поскольку у нас рынок только зарождается, как вот мы еще покажем дальше, например, в США, последнее исследование я читала, средний, вообще профиль человека, работающего дистанционно, это мужчина 49 лет. Прямо так четко написали. То есть это означает, что создаются огромные возможности, огромные перспективы для вовлечения в работу студентов, молодого поколения, тех людей, кто по каким-то причинам не может находиться в офисе, он может быть или за кем-то там ухаживает, или он может быть домохозяйкой, которая следит за хозяйством. И это могут быть женщины в декрете. Вот некоторые опрошенные отмечали также, что вот есть возможность удержать сотрудника, если он по каким-то причинам на определенное время вне компании, вне офиса. И это люди с ограниченными возможностями. Соответственно, оборудовав виртуальное рабочее место, можно привлечь в рынок, в работу еще огромную категорию людей. Что мы выявили? Больше половины участников опроса отметили, что они используют те или иные инструменты для планирования задач и контроля сроков. Половина сотрудников использует специализированное программное обеспечение того или иного рода CRM или какие-то там формы внутренней коммуникации. И что, как ни странно, несмотря на то, что среди руководителей такой распространен стереотип, что работать удаленно это, скорее всего, неэффективно, потому что эффективна только та работа, когда человек сидит в офисе, те люди, которые уже применяют на практике такую форму взаимодействия, они отметили, что порядка 80% что даже если у них есть технические инструменты контроля сроков, они, в общем-то, за этим не следят. Им более важен результат этой работы. И у руководителей, соответственно, даже снимается такая вот задача регулярного ежедневного контроля. Ну и кроме того, 76% оценили то, что использование какого-то специализированного компьютерного программного обеспечения, оно действительно влияет на эффективность коммуникации, на эффективность работы. Какие люди называли инструменты рабочие? Ну, это почта, в первую очередь, IP-телефония, там, корпоративные социальные сети. Ну, опять же, мы исследовали именно бизнес-инструменты, то есть именно для построения каких-то рабочих процессов. Хранилище данных, мессенджеры всевозможные, CRM, таск-трекеры и так далее. И вот большинство руководителей, 76% указали, что используют больше двух решений и значительная доля, там, 3, 4, 5 решений и так далее. Но мы все знаем, что мы можем там общаться. И у меня лично там кто-то из моих знакомых там в WhatsApp переписываемся с кем-то в SMS, с кем-то в Viber, с кем-то в Skype. Это такой большой, как мы называем, такой зоопарк разных сервисов. И, в общем-то, ну, это действительно облегчает нашу жизнь, нашу работу, наши коммуникации. Но есть вот комплексные программные решения, которые как раз-таки позволяют объединить все эти необходимые в работе функции и инструменты в одно решение. И, как мы выяснили, вот не так много, в общем-то, руководителей и бизнесменов знают о том, что есть такие решения. И только вот порядка 12% опрошенных сказали, что они у себя их используют в ежедневной работе. И при этом самым популярным комплексным решением среди них они признали BITREX-124. Чего еще не хватает тем людям, которые уже сейчас пользуются этими инструментами? Ну, в первую очередь, там, да, все обеспокоены защищенностью данных, скоростью работы, кому-то не хватает функционала, скорее всего, опять же, потому что они не знают, что есть комплексные решения. Ну, и там, кто-то пожелал качество улучшить интерфейс, там, или вообще какие-то специфические задачи. Из функционала руководителям нужна аналитика, нужно удобство, какие-то инструменты совместной работы, управлять задачами, размещать файлы. Вот список представлен достаточно полный. На этом слайде показаны те решения, которые называли респонденты. Соответственно, мы их систематизировали, проанализировали функционал и выделили и вынесли на первое место Витрикс24, как раз таки, потому что на сегодняшний день среди российских респондентов самое многофункциональное решение, которое вобрало в себя максимально возможный список рабочих инструментов, которые могут быть полезны для организации деятельности. Вот все, что перечислено, в общем-то, Витрикс выбирает в себя все необходимые функции. И это, в общем-то, для среднего и малого бизнеса более чем достаточно, чтобы свободно чувствовать себя, переходя на удаленную занятость. Вот этот слайд очень интересен тем, что здесь были открытые вопросы заданы. То есть, вопрос был сформулирован так, какие преимущества вы испытываете, ощущаете на себе при организации дистанционной занятости. И вот при подготовке к этой презентации я лично просмотрела сама эту колоночку, прям все ответы, все анкеты, и я их структурировала в шесть таких повторяющихся групп, когда они уже начали повторяться в той или иной модификации. То есть, на первом месте самое большинство, больше 80% руководителей оценили, что это действительно экономия затрат на аренде, на оснащение рабочего места, на накладных расходах, на том, что не нужно сотруднику платить за транспорт, за телекоммуникацию, еще за что-то. Это рост производительности, тоже люди замечали, отмечали, что результативность бизнеса действительно возрастает, повышение мобильности, оперативности, то, что можно организовать круглосуточную работу, сотрудник может прискакать к клиенту, сразу же, как только у него возникла такая необходимость, он не привязан на рабочем месте, что повышает качество обслуживания. Это улучшение работы для рекрутинга, потому что теперь же работодатель не привязан к своему региону, он может воспользоваться преимуществами дистанционной занятости и выбрать себе высококлассного специалиста, который может находиться в другом городе или в другой стране. Ну и также руководители осознают тот факт, что ряд категорий работников, такие как дизайнеры, люди творческие, им их очень сильно подавляет офисная обстановка, им необходимо для креативной работы какое-то другое окружение, и просто для них это самая важная вещь, чтобы иметь возможность работать в каком-то своем любимом месте. Ну и всего лишь 5% оценили, что в общем-то не испытывают никаких особых изменений. Это просто примеры, как люди отзывались, профессионалы за меньшие деньги, круглосуточное обслуживание клиентов, больше коллектив, больше скорости, имеется в виду, что за тот же бюджет руководитель может при сокращении затрат на оснащение рабочего места, при найме персонала где-то в других городах, люди могут привлечь к работе больше сотрудников. Мы оценили, что будет способствовать распространению этого тренда в сторону дистанционной занятости. Ну это опять же экономический эффект, то, что компании экономят, то, что у нас технологии продолжают развиваться. Появляется большое количество программных обеспечений, облачная организация доступа к своим данным, это такие решения, bring your own device, то есть стимулирование или там обеспечение возможностей того, чтобы человек работал со своей принесенной техникой, и то, что в трудовом кодексе это теперь легализованная работа, это тоже будет являться таким драйвером, преимуществом. Достаточно большое количество таких факторов будет ему способствовать. Что будет замедлять переход на дистанционную занятость? Ну, то, что во-первых, при переходе на такую форму работы необходимо все-таки для эффективной организации работы оснастить рабочее место, виртуализировать его там, поставить какое-то решение, на это потребуются какие-то затраты на интеграцию и на внедрение. Самый важный вопрос в этом это именно четкое прописывание бизнес-процессов в компании, потому что, чтобы договориться и контролировать удаленного сотрудника, надо, чтобы все четко понимали, кто как взаимодействует, и все это было прописано, регламентировано. Многие руководители у нас по какой-то причине, может быть, на это очень много времени уходят, либо не хотят, либо не умеют правильно выстроить такие процессы. Ну, и, кроме того, опять же, опасения руководителей, что без постоянного ежедневного контроля люди не будут мотивированы, люди будут заниматься своими делами, будут меньше утерять времени работе. И, собственно, здесь нужно осознание и большое желание самих руководителей понимать этот тренд и сотрудникам, опять же, показывать свою готовность к тому, что он может выполнять свою работу качественно. Что касается перспектив этого рынка, какие возможности дают удаленные занятости российским компаниям. Уже сейчас в целом, это наша консервативная оценка, компании экономят в год 94 миллиарда рублей. Здесь мы учитывали то, что люди не тратят, ну, мы считали в среднем, что там, особенно в крупных городах, в Москве, люди тратят два с половиной часа в среднем на дорогу, на пробки, то, что там на больничном или по каким-то причинам, если человек не может выйти в офис, он не имеет доступа к своим документам, в общем-то, компания теряет, в этом случае, наоборот, у людей появляется больше времени, если они остаются дома, на то, чтобы делать свою работу. Самая большая экономия, это, опять же, на аренде офиса и оснащение рабочего места. Здесь у нас тоже есть одна оценка, то, что просто высвобождение офисного рабочего места, еще и если работодатель имеет собственность в свое помещение, он может еще и сдавать его в аренду, увеличивать тем самым эффект. Ну, и то, что можно снижать фон оплаты труда при привлечении сотрудников из других регионов, собственно, тоже есть там некие цифры. По нашим данным, вот, опять же, той группы дистанционных сотрудников, которые мы оценили, их всего лишь пока менее 1%. Мы считали, ну, вот, от экономически занятого населения в категории до, там, 60, здесь ошибочка, наверное, до 59 лет. И, поскольку тренд к виртуализации уже заметен, то мы прогнозируем, что по мере того, как компании будут осознавать вот эти вот суммы экономии и будут внедрять софт, позволяющий легко и удобно работать с сотрудниками и получать доступ к своему, там, документообороту, мы прогнозируем, что порядка 20% рабочих мест будут оснащены именно с возможностью работать удаленно. И экономия составит, умножаем на 20, эту цифру, вот, даже более 1 триллиона рублей. Ну, это, опять же, только самая консервативная оценка, потому что мы не учитывали в этих расчетах рост производительности труда. У нас не было такой задачи, это научная работа, которая, в общем-то, ну, не была поставлена такая цель, мы просто проанализировали, что делается в мире. И есть уважаемые, там, наши коллеги, которые подробно изучают сферу, и при этом максимального экономического эффекта и максимальной производительности компании могут добиться при внедрении комплексного специализированного программного обеспечения, и очень важно, чтобы руководители умели управлять этими информационными системами, то есть повышать свои организационные навыки. Вот производительность труда это красивое слово, но вот исследование McKinsey, мы его здесь привели, показало, что у нас все не так красиво в России вот с этим. То есть порядка мы отстаем от развитых индустриальных стран, порядка по производительности труда, ну, где-то на две трети. И основные причины, они у себя в исследовании назвали, это нам как раз хорошо подтверждают там все наши факты, это неэффективные организации труда и устаревшие технологии. И для нас критичен именно переход на автоматизированные, на автоматизацию производства там или своего рабочего места. И что может влиять на рост производительности? если компания внедряет и усиливает свою IT-инфраструктуру, это дает возможность организовать и систематизировать сквозные разрозненную информацию из разных источников, внутренние процессы, сделать сквозную интеграцию всех бизнес-процессов. Это возможно в режиме реального времени анализ все входящие информации, возможно обеспечить совместную работу разных подразделений, так чтобы люди чувствовали, что они принадлежат одному коллективу. И можно высвободить, автоматизировав основные какие-то производственные функции, можно высвободить высококвалифицированного человека, для того, чтобы он решал какие-то более важные управленческие задачи и думал, как развивать бизнес. Ну и как результат при внедрении IT-решений, которые позволяют повысить эффективность работы, естественно повышается скорость реакции на запросы от рынка, от клиентов, появляется возможность неограниченно масштабировать свой бизнес, на порядок снижать затраты и повышать производительность людей, занятых в производственных вопросах. Опять же, если мы даже здесь, если мы оснастили либо разработали свой собственный, либо внедрили уже какое-то готовое решение, готовый софт, опять же, никто не гарантирует бизнесменам рывка в производительности труда, потому что здесь многое еще зависит от, ну то есть свою половину пути должны пройти сотрудник и руководитель. Руководитель должен иметь управлять вот этими коммуникационными информационными системами, сотрудник должен быть мотивирован, хотеть работать и получать результат, который от него ожидается. Ну и, собственно, самые важные факторы такие человеческие, когда никто не состоит за спиной у сотрудника, чтобы наладить эффективную работу, важно регламентировать, четко прописать правила игры, разработать четкие бизнес-процессы, формализовать результаты деятельности, какой-то список основных показателей межритативности, выстроить систему мотивации, важного качества отношений даже между сотрудником и руководителем, потому что, когда люди территориально разграничены, еще сложнее влиять на настроение сотрудника, на его рабочий настрой, на его, ну как-то, чтобы он ощущал себя частью команды вовлеченность. Вот, поэтому, ну если же выстроена вот такая эффективная система управления и коммуникации между сотрудниками, сотрудник себя чувствует, там, знает, что там, несмотря на то, что он далеко, он, это часть жизни компании, то тогда сотрудник, в общем-то, у него удовлетворенность работы повышается, качество жизни у него возрастает, потому что у него теперь есть баланс там, работа, личная жизнь, самое важное, то, что волнует большинство сотрудников, и, да, и организация способствует развитию его профессиональных качеств, и, собственно, он способен обеспечить отдачу в виде повышения производительности труда. Ну, основные выводы, глобальный тренд виртуализации рабочих мест, он как раз создает предпосылки для организации дистанционной работы, и при текущем дистанционном уровне занятости в 1%, мы получаем вот эту цифру 94 миллиарда, с распространением формы удаленной работы, в том числе, благодаря программному обеспечению, мы можем достичь вот этого дистанционных мест порядка 20% к 2020 году. И драйвером этого перехода как раз таки являются специализированные комплексные решения, которые создают все необходимое, все самое полезное и удобное для организации взаимодействия сотрудника и работника. Ну, и вот такие решения, как WITREX24, позволяют использовать все преимущества такой эффективной дистанционной работы. Ну, и буквально там два слова о том, какие перспективы открывает дистанционная занятость. Ну, вот здесь показан такой наглядный характерный пример, что при автоматизации работы в компании, при внедрении онлайн-решений эффективной IT-системы, уже не важно, какого размера компания. и даже там компания размером как WhatsApp 150 сотрудников способна была привлечь 700 миллионов абонентов и ее капитализация на сегодняшний день составляет 20 миллиардов долларов. То есть такое было бы невозможно, если бы это был какой-то офис, и люди бы принимали у себя клиентов, подписывали с ними договора и так далее. То есть вот точно так же Маккензи показывает перспективы, что если компания выходит в онлайн-бизнес, то значительно снижаются издержки у компаний. Также мы сами видим основные тренды в онлайн-индустрии, когда компании выходят в онлайн, добавляют к своим офисам еще и вот такую возможность, уверенный рост по всем показателям выручки. Ну и собственно, опять же, если у компании есть онлайн-решение своя развитая IT-инфраструктура, уже нет необходимости клиентов принимать только в офисе и есть возможность работать с клиентами по всему миру, есть возможность развивать свои услуги, оказывать людям в разных странах. Спасибо, Светлана, спасибо огромное. вот как раз о международном опыте я хочу спросить у Андрея Тихонова, директора B2B бизнеса компании Samsung, поскольку Samsung действительно известен как один из мировых лидеров в корпоративной мобильности. Прошу вас, Андрей. Хорошо, спасибо. И пульт. Правильно. Ну, в первую очередь, большое спасибо за прекрасные презентации, очень интересно, как это на самом деле сопрягается с нашим опытом, который мы получили как по миру, так и в России. И вот в первую очередь я хотел отреагировать, то, что Сергей изначально сказал по поводу перехода количества в качество, мне это очень понравилось, да, и в качестве такой стартовой картинки я показываю то, что как-то Ватикан выглядел в 2005-м и 2013-м. Нужно сказать, что все происходит достаточно постепенно, и только когда ты сравниваешь в общем-то результат за менее чем десятилетний период, внезапно оказывается, что все изменилось достаточно радикально. Второй момент, поскольку речка пошла о нашем опыте, это некая условно говоря противоречие, единственная борьба противоположностей, это открытости и закрытости, потому что этот мобильный формат в принципе бросает вызов традиционным практикам, он предоставляет на самом деле новые возможности, но вместе с тем выставляет новые ограничения, и наличие условно говоря вот этой новой мобильности совсем не значит меньшую контролируемость. Ну и третье по большому счету это сейчас уже достаточно так удивительно, как мы жили безо всего этого, то есть уже трудно представить, как мы могли жить без вот этого онлайнного формата. Немного условно говоря о драйверах, потому что по нашему опыту в общем-то мы представляем себе, что драйвера по большому счету три, в первую очередь это увеличение доходов, во вторую это повышение эффективности и сокращение расходов, и третье это управление рисками. Нужно сказать, что наш опыт, это статистика, которую мы собирали вместе с нашими партнерами, ведущими аналитическими агентствами, это то, что да, корпорации отмечают рост производительности 84% и рост прибыли после мобилизации. То есть нужно сказать, что это уже совпадает, причем с достаточно ранними экспериментами, потому что как вы понимаете, вот эта корпоративная мобильность, она в принципе внедряется достаточно недолго. И опыт по коду ограничен, я сейчас об этом чуть-чуть расскажу. Безусловно, потенциал мобильных решений еще не полностью реализован. Очень велик процент тех людей, которые видят в этом потенциалу, вместе с тем четкой мобильной стратегии в принципе начали писать только сравнительно недавно, в последние два года. Естественно, что основными приоритетами является сочетание некого увеличения прибыли и сокращения издержек. Нужно сказать то, что разные категории сотрудников в этом отношении испытывают на себе влияние разных драйверов. Изначально большое внимание к нам пришло и наш диалог как Samsung, как людей олицетворяющих собой Enterprise Mobility. Диалог с топ-менеджментом, который изначально впитывает в себя все самые лучшие практики. Они постоянно ангажированы в бизнес. Это их стиль жизни. Большинство из них являются гаджетистами. Они моментально схватывают любой новый формат и тут же моментально применяют его в бизнес, потому что для них нет различий между их личной жизнью и бизнесом. Они моментально это интегрируют. След за ним идут все остальные. Прошу прощения, немного рано. След за ним идут все остальные. Идет менеджмент и мобильные категории сотрудников, в которых было много сказано. Должен сказать, что у нас было на эту тему много разных изначальных теорий, когда мы начали этим заниматься. Должен вам сказать, что к нашему большому удивлению лидерами и пионерами в этих категориях с точки зрения мобильности сотрудников являются такие индустрии, как страхование, ритейл, FMCG и многие другие, в которых процент мобильных сотрудников на линии очень велик. Почему? Есть большое количество операций, которые они должны выполнять прямо на линии. Телефон для этого является, я имею в виду смартфон, является для этого весьма удобным. Нужно сказать, что в логистике и в транспорте стародавние, вы, наверное, представляете себе примерно вот эти здоровые терминалы, они постепенно сменяются новыми, в общем-то, хорошими решениями на базе смартфонов. Естественно, что это представляет достаточно большой вызов с точки зрения создания мобильной инфраструктуры. Это все достаточно непросто с точки зрения создания, но совершенно четко создание мобильной инфраструктуры предприятия позволяет сэкономить до 20% за счет повышения производительности сотрудников. Заполняются логистические транспортные паузы, то есть либо предприятие выигрывает условно говоря с точки зрения времени реакции, скорости обслуживания заказчиков, либо сотрудник по большому счету выигрывает с точки зрения свободного времени и с точки зрения гибкости графика. Поэтому корпоративная мобильная инфраструктура изначально идет от автоматизации рабочих процессов, новых мобильных возможностей для работников, доступ к информации в реальном времени и подключение в любом месте и в любое время. Нужно сказать, что это совершенно четко отслеживается для всех индустрий безразличия. Развитие новой инфраструктуры предприятия, нужно сказать, что все находится в четком соответствии с прогнозами аналитиков. Я здесь ссылаюсь в большей степени на данные IDC, которые еще некоторое время назад предсказывали возникновение третьей платформы. В общем, можно сказать, что они говорили про 2020 год, это уже в общем-то случилось. Это подтверждается в частности данными по росту потребления в определенных областях информационных технологий. Как вы видите, условно говоря, здесь все, что связано условно говоря с продуктами, которые обеспечивают софтвейс и сервис, рост является максимальным. И, естественно, информационная безопасность, потому что куда же без этого. Немного данных о том, какие операционные системы применяются в этой деятельности производственной. Здесь я с удовлетворением отмечаю то, что лидерство безусловное, причем растущее за платформой Android, в которой мы являемся абсолютным лидером. И, опять же, легкий штрих к портрету, к вопросу о том, как все обстояло в 2012 году, который вроде бы был недавно, и уже в 2014. В 2012 были предприятия, которые еще не планировали никакой мобильной стратегии, а в 2014 году 86% уже запланировали. Основным драйвером, как я вам уже сказал, роста внимания к Enterprise Mobile является бизнес. IT в этом отношении идет с некоторым основанием, но с весьма небольшим. Как я и говорил, условно говоря, всегда пионерами внедрения мобильного формата, в общем-то, любой инновацией является владельцем бизнеса, и происходит очень существенное изменение роли Enterprise Mobility от достаточно простых вещей Mobile Management, то есть, то, что сейчас поголовно все внедряют, и безопасности, через осознание задач и возможностей мобилити в сторону некого интегрированного формата, формата мобилити интегрирована в бизнес полностью и целиком. Что дальше? Я думаю, что, в принципе, мобильность в этом отношении это некая дорога в будущее, я бы сказал, даже дверь, потому что фактически мы только открываем возможности того, что, в принципе, называется дальше Internet of Things. Поэтому нужно сказать, что сейчас мы говорим о внедрении большого количества новых возможностей связанных с разнообразием устройств. Как вы знаете, мы первыми выпустили самодостаточные часы, симка, то есть у нас есть часы, телефон, вы знаете, разнообразие наших продуктов, и все это постепенно внедряется во все жизни. Нужно сказать, что то, что мы сейчас видим перед собой, уже, скажем так, перерастает из Enterprise Mobility в некую конвергенцию между различными совершенно цифровыми форматами, где происходит определенная кроссплатформенность и происходит обмен свободный между разными устройствами, разными типами данных, между часами, телевизорами, телефонами и многим-многим другим. Думаю, что именно в этом направлении и дальше будет двигаться распространение и создание цифровых сервисов. Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас хочу передать слово вместе с пультом, кстати, прошу коллег передать пульт Артему Филипповскому, эксперту отдела по работе с корпоративными клиентами МТС. наверное, мобильный оператор, как никто другой, может зафиксировать рост мобильности вообще на рынке занятости. Прошу вас. Все верно. Спасибо. Хотел бы, во-первых, отметить, что здесь мы разговаривали в первой части выступления оборудовании, о стране Samsung, о бизнесе, как бизнес может принять и что он может получить от мобилизации. Но кроме этого, со стороны телекома должна быть техническая поддержка по реализации удаленных рабочих мест. Наверное, большинство даже из нас, кто сейчас сидит в зале, смотрит в руках, имеют мобильное устройство. И с помощью него все же привычно просматривают почту. Мы же, с этой стороны, видим, что порядка 50% сотрудников корпоративных клиентов уже активно используют мобильный интернет для решения своих постепенно задач. И не только почта становится обыденностью, но и удаленный доступ, и определенные облачные решения, которые уже доступны для корпоративных клиентов, также реализовываются повсеместно. Очень хороший пример по росту мобильности корпоративных абонентов – это трафика. Сколько трафика потребляет каждый абонент. Если 4 года назад в среднем каждый из нас использовал 216 мегабайт трафика ежемесячно, то уже через 4 года этот трафик возрос в 10 раз и превышает 2 гигабайта. Кроме того, для того, чтобы эффективно использовать телекоммуникации, необходимы достаточные скорости, чтобы бизнес работал эффективно. Это обеспечивается в первую очередь сетями, скоростями доступа и надежности в сети. На текущий момент по России уже развернута сеть ЛТИ с внушительными доступными скоростями доступа как в корпоративную сеть, так и в сеть интернет. Кроме того, если взять количественных критерий, это 76 регионов, в которых эти скорости уже доступны. Очень интересно то, что Светлана в своем выступлении назвала ряд сдерживающих факторов для внедрения мобильности. Например, это безопасность, например, это расходы, либо сложность управления этой инфраструктурой. На самом деле все это, можно сказать, стереотипами, уже есть пакет решений, который позволяет закрыть все вопросы и передать на сторону оператора обслуживание всего сервиса. оператор может заботиться и о безопасности, заботиться и об удаленном доступе. Например, очень интересный кейс, который реализован в крупных госкорпорациях и корпоративных сегментах крупного бизнеса, это электронный документ оборот. Благодаря специализированным услугам мы на нашей стороне имеем возможность гарантировать удаленный мобильный доступ к внутренней сети клиента, для того, чтобы сотрудник мог из любой точки планеты получить доступ к внутренней документации компании. Кроме того, безопасность и ее обеспечение находятся на нашей стороне. Клиенту нет необходимости расширять статус безопасников, следить за соблюдением мер безопасности. Все фактически обеспечивается компанией МТС. Кроме этого, та же самая служба безопасности и для удаленных сотрудников имеет возможность отслеживать трафик, который был передан, получен его сотрудникам, что он отправлял, была ли это кофициальная информация. Все это уже в принципе доступно для корпоративных клиентов в том числе. Что касается таск трекеров, которые также интересны для 16% корпоративных клиентов по исследованию Джейсена. Абсолютно аналогичная ситуация. Уже есть специализированные решения, которые позволяют в режиме онлайн поставить задачи на карте сотруднику, а его смартфон уже рассчитает оптимальный маршрут до этой задачи и запишет итог выполнения, который будет формулирован сотрудником. Все это можно реализовать и в принципе уже внедрять в повсеместную территорию России передовыми компаниями, которые готовы к мобильности. И безусловно, мы активно работаем на то, чтобы донести для бизнеса России, что уже существуют такие технологии, все можно перенести в облако, ваши бизнес-процессы можно оптимизировать. Дополит, хотел бы еще сказать, что благодаря внедрению системы трейдинга, вот TAS трафик, повышается эффективность сотрудников, поскольку нет необходимости приезжать в офис, передавать заявки или какую-то информацию. Все происходит в режиме онлайн при помощи мобильного терминала. система сама сформирует отчетность, передаст руководству о том, где был сотрудник, что он делал, как он выполнит свои задачи. И тем самым руководство компании сможет в том числе и формализовать выполнение KPI сотрудника. Кроме того, очень интересная тема касается взаимодействия с клиентами. Довольно-таки емкая, довольно-таки возможная для распространения темы удаленностей сотрудников это в том числе и служба поддержки либо продавцы. К сожалению, очень часто они привязаны к рабочему месту благодаря тому, что необходимо принимать звонки от клиентов, в том числе и службу поддержки. Благодаря сервисам, доступным от нашей компании, можно за несколько минут любой телефон городской, федеральный либо, например, 8800 превратить в облако и настроить варианты маршрутизации трафика на сотрудника. В том числе при помощи такой оперативного развертывания можно запустить и рекламные кампании в кратчайшие сроки и так далее. Благодаря этому облачному сервису, который, в принципе, отслужит уже тысячи компаний, наших противных клиентов, мы имеем возможность гарантировать и высокие степени надежности этого решения. Очень интересно то, что удаленный сотрудник его очень промалитично проконтролировать. Например, сотрудник поддержки может просто отбивать звонки, если ему неинтересно работать, он не увлечен в процессы компании, либо соответствующим качеством проводить консультации. Опять-таки, благодаря облачным сервисам можно отслеживать все тенденции, отслеживать и время работы сотрудника, и в том числе, сколько звонков он принял и прослушивать записи этих звонков. Спасибо за внимание. Спасибо. Артем, благодарю вас. Передаем слово Лидии Снарска, директору по корпоративным отношениям видео Unicorn Outsourcing. Лидия, прошу вас. Спасибо. Добрый день, коллеги. У меня не будет графиков. Я расскажу о нашем личном опыте. Я, собственно, сама являюсь дистанционным сотрудником, и я у коллег услышала, мелькнула выражение, что дистанционные сотрудники, они почти штатные. Я хотела бы прокомментировать, дистанционные сотрудники, это стопроцентные штатные сотрудники. Это такие же сотрудники организации, как все, кто работает в офисе, кто оформлен официально с точки зрения нашего трудового законодательства. Существует заблуждение, по крайней мере, у простого обывателя, заключающееся в том, что дистанционные сотрудники, это скорее относится к какому-нибудь небольшому творческому коллективу. Дизайнерская студия, что-то такое. Дабы развеять этот миф, два слова о нашей компании. Мы большие, мы очень большие, у нас более 1300 офисов в мире, а в России у нас есть несколько направлений деятельности, и одно из них это аутсорсинг, которым занимается компания, в которой работаю я, в Дойникон Аутсорсинг. И конкретно в нашей компании 400 человек, которые работают из семи городов в России, преимущественно Москва, конечно, но есть и другие города. Как мы пришли к этому, да, коллеги упоминали основные причины перехода на дистанционную работу, и, собственно, мы это подтверждаем, для нас самым важным был поиск и сохранение в штате ценных специалистов. Собственно, первый специалист, которого мы решили сохранить, как только вышел закон о дистанционных сотрудников, так совпало, что я переехала в Петербург из Москвы, будучи сотрудником МБДО, и нам очень не хотелось расставаться с компанией, мы решили попробовать сначала протестировать несколько месяцев такой формат работы, и получилось, что все получилось, нас устроило. Далее мой фокус повторил наш директор по маркетингу, который теперь тоже работает дистанционно из Санкт-Петербурга, и сейчас в штате у нас уже более 30 таких специалистов. Кроме того, мы чувствовали дефицит на рынке Москвы и Петербурга в некоторых IT-специалистов, у нас есть IT-услуги в том числе, и компенсировать этот дефицит можно было с помощью регионов, собственно, что мы и сделали. Снижение затрат на ФОД, цифры, которые показаны, это реальные цифры, которые у нас в компании мы увидели. Единственное, я бы хотела отметить, что 30% вы сэкономите на сотрудниках не очень высокой квалификации, потому что высококвалифицированному сотруднику проще будет переместиться из региона в Москву, потому что он знает, что он не останется без работы, он не волнуется за свое будущее. С другой стороны, низкоквалифицированные сотрудники, растущие сотрудники, они понимают, что могут сделать с помощью такой дистанционной работы себе хорошее резюме. Кроме того, мы действительно экономим в некоторых городах на аренде офиса, но не всегда это основная причина дистанционной работы. Прежде всего, мы сами для себя ответили на 4 основных вопроса, на которые, наверное, любая компания себе должна ответить, если планирует работать с дистанционными сотрудниками. Самое главное, возможно ли, в принципе, выполнять задачу работать над процессом, который вы хотите передать дистанционному сотруднику. Например, секретаря вы вряд ли можете вынести куда-то дистанционно. Он должен сидеть в офисе, он должен встречать людей. Тоже, наверное, касается HR-директоров в большинстве ситуаций. С другой стороны, программистов, бухгалтеров в некоторых ситуациях, пиарщиков, маркетологов вы можете вполне устроить дистанционно. Следующий вопрос. Готов ли коллектив в вашей компании? Насколько развита корпоративная культура, чтобы работать дистанционно? Потому что существуют организации, для того, чтобы чего-то добиться от коллеги, от сервисных служб, нужно подойти, постоять над душой. Нужно написать, потом позвонить, потом все равно прийти. Если в компании коллектив работает исключительно вот так и не готов меняться, то, естественно, это не вариант. Следующий вопрос. Готов ли сам сотрудник? Мы пришли к выводу, опираясь на наш опыт, что по крайней мере в маркетинге мы не можем оценить правильно изначально, насколько человек готов к дистанционной работе, насколько он будет организован, если мы видим первый раз. Даже опытному руководителю очень легко ошибиться на собеседовании. В итоге мы берем дистанционно сотрудников, ну так исторически сложилось, которые уже показали себя в офисе. Если мы знаем, что они справляются в офисе, мы примерно представляем себе, как они работают, мы понимаем, смогут ли они справиться с дистанционной работой и до сих пор не ошибались. Кроме того, инфраструктура это отдельный момент. Нам, опять же, повезло, я понимаю, насколько это головная боль для организаций, которые не были подготовлены, но специфика нашего бизнеса подразумевает очень серьезное отношение к информационной безопасности. И мы обрабатываем клиентские данные в облаке, в корпоративном облаке, в частном облаке, и информацию оттуда скопировать невозможно ни на какое устройство. Наши сотрудники работают, даже офисные сотрудники работают с удаленными рабочими столами, и нам, конечно, проще было это все применить дистанционным сотрудникам, но, что интересно, за два года работы наши дистанционные сотрудники выявили гораздо больше багов, каких-то ошибок, недочетов в системе, чем офисные сотрудники. То есть, это такая лакмусовая бумажка. Если говорить об информационной безопасности, наверное, каждая компания решает сама для себя этот вопрос, но для нас, конечно, принцип принеси свое собственное устройство в офис или дистанционно его использовать не работает. Именно это связано со спецификой нашего бизнеса. Наверное, для какого-нибудь небольшого рекламного агентства это, в принципе, не вопрос. И очень важный момент для дистанционных сотрудников это средства работы в команде, средства коммуникации. Мы перепробовали очень много всего, начиная от бесплатных сервисов, заканчивая какими-то платными, от скайпа, от корпоративных мессенджеров. Как ни печально, идеального решения мы пока не нашли. Мы используем для разных целей различные инструменты, мы используем интернет, и, в принципе, если вы планируете работать с дистанционными сотрудниками, вам нужно будет использовать большинство из этих инструментов, одним вы не обойдетесь, потому что под разные задачи нужны разные инструменты. Далее, какие требования к компании еще есть? Самое важное, что нужно понять, если вы переходите на дистанционную работу, сотрудник автоматически выключается из всех информационных потоков. Он не будет знать, что происходит в компании, он не будет знать, что кто-то уходит в декрет, он не будет знать, что что-то вообще меняется, если вы ему этого не сообщите. Для того, чтобы восполнить недостаток информации, как раз мы используем все возможные инструменты, кроме того, мы проводим еженедельные встречи отдела, по крайней мере, я говорю о нашем отделе, мы используем естественный интернет, всевозможные рассылки, мы проводим ежеквартальные встречи сотрудников для всех сотрудников организации и по видеоконференции связи подключаем другие регионы, сотрудники могут в режиме онлайн задавать вопросы, они могут смотреть, что происходит, могут посмотреть потом запись. Кроме того, если вы планируете экономить на командировках, это, наверное, работает, если вам нужен сотрудник в конкретном регионе. В нашем случае мы стараемся приезжать в офис как минимум один-два раза в месяц, чтобы сотрудники нас не забывали, коллеги не забывали, чтобы решить какие-то вопросы, которые все-таки невозможно решить дистанционно. Такие вопросы до сих пор, к сожалению, еще остаются. Очень важна правильная постановка задач, потому что дистанционный сотрудник не узнает, что изменилось в ходе проекта, потому что он не находится в офисе. Если к вам в кабинет кто-то забежал и сказал о том, что у нас срочно все поменялось, нужно там переделывать, вы должны донести это до сотрудника. Иначе он никак не узнает, и результат его работы будет несколько отличаться от того, что вам требуется. И очень важный тоже момент, который с офисными сотрудниками не всегда настолько необходимо это учитывать. Сотруднику нужна постоянная обратная связь. Он не видит по лицу коллег, по лицу руководителя довольные им, недовольные. Он не знает, куда дальше ушла его работа, он не может сам это отслеживать. Если руководитель ему не сообщит, хорошо он сделал, плохо сделал, что стоит учесть на будущее, что будет дальше с этим проектом, ему кажется, что он работает в стол, снижается мотивация, и человек просто недоволен работой. Скорее всего, дальше вам не будет сложно. Очень важно чувство принадлежности к коллективу, но это уже такие HR вопросы. Тем не менее, на все корпоративные мероприятия наши дистанционные сотрудники приезжают, чтобы не чувствовать себя оторванными, не чувствовать себя такими фрилансерами, которые какие-то внешние люди. Мы часть коллектива, мы часть команды, мы работаем вместе. И очень важно, я уже говорила про сервисные службы, клиентоориентированность имеется в виду именно сервисные службы организации. Нам пришлось даже договориться с нашими коллегами из сервисной службы о том, что заявки сотрудников дистанционных более приоритетны, чем любые другие, потому что дистанционный сотрудник не придет поругаться с секретарем или с сисадмином, если что-то не так, он не сможет решить эти вопросы так оперативно, как решается увы, поэтому эти заявки приоритетные. И готовность решать на 90% вопросов на расстоянии это тоже вопрос процессов компании и бизнеса. Мы, например, все равно не проводим останку сотрудников дистанционно. Есть такие моменты. если говорить о совсем приземленных вещах, существует еще один расхожий миф о дистанционной работе, что дистанционный сотрудник это тот, кто может днем пойти в парикмахерскую, сварить бошь, починить машину, а ночью сделать отчет. Это очень серьезное заблуждение, потому что отчет будет соответствующего качества, и на следующее утро на совещании каком-то совместном сотрудник вряд ли будет способен воспринимать какую-то информацию, поэтому по нашему трудовому законодательству и дистанционному сотруднику вы имеете полное право установить график работы такой же как у сотрудников в офисе, и мы, например, установили себе график с 10 до 7 вечера, то есть мы не ходим гулять только в обеденное время, мы работаем как наши коллеги в офисе, с какими-то перерывами, ну вот, освобождается работодатель от некоторых обязанностей, но это не означает, что он не обязан выдавать средства производства, то есть снабжать компьютерами, каким-то другим оборудованием, иногда мобильным телефоном, работодатель именно по закону обязан своих сотрудников, чтобы они могли выполнять свою трудовую функцию. есть еще один момент, опять же, все думают, что дистанционный сотрудник, на котором мы сможем экономить, это кто-нибудь, кто уехал на Гуана весь год, и нам что-то оттуда программирует или тексты пишет, это тоже только в случае, если вы не планируете особо экономить, потому что если сотрудник не является налоговым резидентом Российской Федерации, то есть менее 183 дней в году проводят в России, вы будете платить подоходный налог не 13%, а 30%, если вы хотели сэкономить, это нужно учесть. И самый важный момент, наше трудовое законодательство, несмотря на то, что мало кто его читает, очень серьезно защищает права работников, и на самом деле сотрудника, который не хочет увольняться, уволить практически невозможно. Естественно, если мы говорим о честных работодателях, через суды он все равно свой отобьется, и если мы говорим о дистанционном сотруднике, здесь все еще хуже, вы его не уволите никогда, потому что вы не сможете уволить его за прогулы, и единственный вариант как-то себя подстраховать, это заранее продумать, какие у него в принципе функции, какие у него задачи, и оговорить условия расставания. Все это прописать в договоре и рассчитывать именно на это. Пару слов просто о работе руководителя, потому что я считаю, что дистанционная работа линейного сотрудника и руководителя все-таки она отличается, и к руководителю конечно больше требований, основное правило мафии никогда не спит, что я имела в виду, то, что простят сотруднику в офисе, никогда не простят дистанционному сотруднику, особенно руководителю. Если в офисе можно не ответить на звонок или не ответить на письмо, то дистанционный сотрудник должен себя приучить, особенно руководитель, к тому, что в течение суток, максимум суток должен получить ответ каждый человек, который написал письмо, и все звонки вы должны принимать. Здесь, конечно, не нужно доходить до какого-то маразма, и в 12 часов ночи отвечать на письма или брать трубку, но если в 19.05 кто-то звонит, можно подойти к телефону, ответить. Кроме того, коммуникация с сотрудниками должна быть максимально прозрачной для того, чтобы все друг друга правильно понимали, потому что в ситуации дистанционной работы обязательно появятся иногда случайные ошибки, иногда даже осознанные ошибки, и все будет сваливать на вас. Разделение сферы ответственности с другими руководителями и между сотрудниками отдела очень важный момент, потому что, когда вы проговариваете что-то на совещании и дальше работаете над проектом, вы видите, кто что делает, вы можете подкорректировать, сотрудники сами видят, кто чем занимается. Когда вы поставили задачу всем на совещании дистанционно, вы дальше не понимаете, что происходит, сотрудники сами может быть работают из разных мест, они могут одновременно решать одну и ту же задачу или какая-то задача окажется неохваченной, потому что все друг друга не до конца поняли. Здесь, опять же, инструменты различные очень полезны будут для совместной работы над проектами. И тщательное планирование, естественно, все, что вы планируете в офисе, должно быть в 100 раз тщательно и спланировано вне офиса, потому что в офисе вы всегда можете жонглировать дедлайнами, что-то изменять, вне офиса это будет гораздо сложнее. Так как вам сложно будет контролировать, руководителю будет сложно контролировать всю работу дистанционному руководителю отдела, единственный способ как-то отследить, что происходит с проектами, с задачами – это ввести максимальное количество способов измерения, измерять все возможные показатели, которые могут вам пригодиться. На самом деле, это очень полезная вещь, она, в принципе, дисциплинирует и дает потом огромное количество показателей дополнительных, которые вы можете использовать, чтобы улучшить свою работу. И важное правило – никогда не ешьте в одиночку. Я имею в виду, конечно, не ситуацию, когда я сижу дома и работаю, а когда я приезжаю в Москву, когда я приезжаю в офис, или моя коллега, наш директор по маркетингу приезжает, мы обязательно ходим и обедать с сотрудниками, мы находим минутку в коридоре с кем-то поговорить, выпить кофе, выпить чай и расспросить, потому что, да, это замечательно, что дистанционные сотрудники не тратят время на лишнюю болтовню, но именно благодаря этой болтовне они узнают очень много полезной информации, которая им нужна. Мы стараемся хоть как-то компенсировать недостаток этого, неформально общаясь со всеми сотрудниками. Неприятный момент риски, ну, уже проговорили, да, такой вещь, как недостаток коммуникации, нечеткое распределение ролей, опять же, ошибки планирования тоже все это было, не умение управлять собственным временем, это относится к сотруднику. На самом деле, очень тяжело работать из дома. Я могу сказать, как человек, который какое-то время работал тоже, как фрилансер, да, но это немножко другое, когда ты работаешь дистанционно и полноценно, но из дома. И тем более, сложно управлять такими сотрудниками, нужно учить их этому, если они сами этого не умеют, но если вы видите в них потенциал, либо подбирать изначально тех, кто справится с такой задачей. И недостаточная мотивация, это тоже вопрос к руководителю, который должен, во-первых, подобрать человека, увлеченного своей работой, который сможет даже дистанционно находить какие-то стимулы, вот, и держать его всегда в курсе, подбодривать, сообщать все нужную информацию. Чтобы не заканчивать на печальном, на рисках, да, итоги вот этой двухлетней нашей работы, у нас уже более 300 сотрудников, как я говорила, работают дистанционно, причем в основном это IT-специалисты и молодые мамы, которые очень благодарны за возможность такой работы. Собственно, наверное, все. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok